Друзья, я вас приветствую! Сейчас направляюсь вот по этой заячьей тропе в сторону, где я сделал кормушку для зайцев, для всех диких животных. Я всем животным рад, которые придут туда покушать. Отнес я дни пять назад им капусту, морковку, соль и плюс веточки осины. Вот, кстати, сейчас тоже наломал веточку осина. Они очень любят осину, кору осины, также можно березу, ию, но больше не предпочитают, как-то любят осину. Буквально осталось, наверное, метров двести. Смотрите, сколько много зайчих следов. Но я здесь понимаю, здесь, смотрите, сколько следов и здесь поваленная береза, и они сюда, скорее всего, бегают. Березку кушают молодые веточки. Так, несу я им кушать. Сейчас мы дойдем. Метров, наверное, может двести осталось, и уже посмотрим, скушали они то, что я им приносил или нет. И плюс я несу в общей сложности еще семь килограмм еды. Очень тяжело. Особенно мне надо было перебираться. Сейчас покажу поле. Всю энергию, в основном, я здесь потратил. С них глубокий, примерно, по колено. Здесь уже хорошо. Здесь немножко мало, гулять можно. Итак, друзья, я пришел к тому месту, где я оставлял еду, и она вроде бы на месте. Сейчас подойду поближе, посмотрим. Может, там что-то выборочно съели. Так, нет, все на месте. Заяц сюда не приходил, ребят. Смотрите, все так же и осталось. Так, напрасно мои труды были. Но ничего, я сейчас еще оставлю еды, и опять перейду сюда денька через три-четыре-пять, и посмотрим. Итак, оставляю. Сейчас я ветки осины, сейчас все разложу и поду на вторую точку уже. Очистил я от снега корм, который разложил для диких животных. Сейчас немного обновлю, капусточки порежу и чуть-чуть морковки оставлю. И сделаю сейчас новую точку, где я проходил. Там было много было зайчих следов, где поваленная береза. Там просто зайцами было все истоптано. Я думаю, они туда ходят, питаться веточками березы. И сделаю там еще одну точку. Так, сейчас я отрежу немного капусты. Капусту. Капусту этого будет сейчас достаточно. Все на новую точку оставлю. Вот так вот положу здесь. И немножко сейчас еще морковочки оставлю. Вот здесь прям обновлю. Все, и иду на старую точку, в которой сейчас находится в глубине леса. Примерно километр. Сейчас посмотрим там. Есть надежда, что там заяц кушал. Идем. 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 пришел на вторую точку которая расположена в глубине леса примерно около километра и тоже разочарован мои труды были пока напрасно за это сюда не приходил пошло не 5 наверное сейчас я откинул еще морковки свежий обновлю здесь это место сейчас капусточки еще немного отреживаем и попью чайку немного здесь вдохну а то уже его пересохли все-таки хорошее расстояние дал примерно по поле километр и в клубе леса плюс папушки около четырех километров наверно сейчас прошел так надо чеком попался не чайком а чаем и точнее из чаги так что я сейчас курсик такой пью до весны буду чагой баловаться хлепота ты какая сейчас губки хоть ой как хорошо вкусный такой чай из чаги необычный напоминает черный чай но все равно немного другой так ребят отрезаю я сейчас капусточки и сделаем сейчас еще одну точку может быть пару на пушке было сделать сделаю удобно одной руке камера потратил я сегодня 114 рублей вот смотрите один килограмм 35 грамм потом у меня один грамм 350 грамм это все морковка плюс что у нас там еще через камеру пуховидно капуста 3 килограмма 55 грамм плюс соль купил пачку один килограмм в общей сложности я посчитал 6 половина килограмм если не ошибаюсь все вот это сейчас я оставляю пью чайочек капусту забираю еще наверно две точки сейчас делаю на пушке но я думаю все равно это все не напрасно зима еще большая я рано или поздно сюда зайцы придут в лесу замечательно сегодня температура минус 10 после того как ночь удавила минус 28 то конечно сейчас уже просто тепло смотрите как красиво как сказки в лесной сказки елочки все укутаны снежком просто замечательно попробую таким методом привлечь капусту прямо на веточки в окно на деревья и вот смотрите практически на каждом дереве у меня есть лист капусты приманим таким методом не через пять сюда приведу посмотрю но рано или поздно все равно за это придет так двигаюсь в сторону опушки сейчас там пару точек сделаю по своим следам и буду сейчас идти примерно около километра не надо сейчас пройти вот смотрите вот он пробежал прямо рядом сейчас кормушку сделают на этом пенечке прямо на пушке леса здесь поваленная береза точнее срубленная сейчас вам покажу смотрите вот это поле запомните вот таким вот чистым может быть один-два года здесь все теперь будет устроено дачами домами там дальше деревня где я живу и это поле все сейчас застраивать дачами и от ближайшие к лесу деревья тоже поспилили сюда бегают зайцы поваленной березы они веточки этой березки кушают и очень много следов смотрите все таки я думаю здесь большой шанс сейчас сделать кормушечку и сюда придут мои зайчики покушают капусточку за морковочку и мне будет приятно и им будет хорошо так вот на этом пенечке как это на что березка сейчас я очищу я здесь и здесь все разложу этом пенечке так отлично это наверное третья точка мне будет пронзить здесь сейчас всю капусту морковку соль все оставлю потому что лучше место вот сейчас данный момент и найти не могу где больше всего следов зайцев они все бегут сюда кушать веточки березки так все обустраиваюсь сейчас мы капусту нарежем кусками здесь все так не уже оставил вот так вот думаю это будет нормально оставляем все на пенечке возле пенечка еще положим так возьмем и морковку здесь один килограмм 300 грамм морковки оставляем тоже сверху пенька и я буду еще оставлять возле пенька дальше сейчас у меня есть соль соль еще освободим немного места для ячменная крупа у меня тоже также сюда пролетают птички и и зайчики пусть это все кушают вот такая у меня получится но птичкам это точно понравится на пушке леса очень много птиц такой у меня праздничный зайчий стой получился здесь сейчас я еще снизу оставляю покидаю сейчас мы возьмем соль открываю и здесь где-нибудь сбоку посыпем солью еще зайцы очень и дикие животные оси косули и так далее они едят соль это для них очень полезно соль у меня из город азов ростовской области так ладно открываю соль соль желательно и конечно иметь крупных крупную можно морскую но лишь бы без всяких добавок там чтобы не было там для ванны как бы в этом свой и так далее получиться на рукой да и открыл эти прям здесь сидеть сделаем кучку сбоку вот летом желательно не делать если вы соль делаете оставляете в лесу желательно что были какие-то рядом и ручьи пруде какой-то небольшой потому что в любом случае зайцу дикому животному тоже захочется пить так что имейте ввиду чтобы было как это рядом водоем но сейчас у нас снег так что они воспользуются снегом так и можно где-нибудь прямо на земле оставить еще так вот так и небольшую часть я сейчас покажу возле дерева высыпаем вот они чувствуют эту соль и приходят на запах уже зайца дикие животные так и смотрите что мне получилось вот смотрите на топтана но здесь я еще прошел вот это смотрите это зайчик тропа плюс я уже сколько раз здесь прошел так что любом случае мимо вот этого пенечка смотреть мимо вот это пенечка они уже не пройдут я уже не знаю надо быть заевшимся чтобы не подойти и вот это все не скушать так что еще посыпаем немного солью рядом прямо стропой чтобы они где-то здесь остановились уже вот они зайчи следы ходят остановились уже и смотрели по сторонам а я сейчас еще попью чайку и будет возможность нам через несколько дней уже сюда приду и посмотрю но вот это место больше всего дает шансов что сюда они придут и покушают так оставим прям здесь тоже пенечек но вкусно вкусно ребят просто деликатес здесь смотрите морковка капуста соль рядом он них любом случае поваленное дерево березы здесь же на опушке растут молоденькие побеги осины так что здесь вот им рай рай убираю за собой пакеты чтобы здесь все было чисто так ножек не забыть бы кстати отсюда можно тоже оставить как вариант да хорошо здесь смотрится попью еще чайку постою сейчас здесь еще подышу свежим воздухом зимним морозным минус 10 замечательно красота такой царский стол для зайцев праздничный стол конечно я организовал для зайцев я думаю они удивятся когда увидят такие вот вкусняшечки сейчас попью чайку и уже буду направляться в сторону дома да ребят всем здоровья вам замечательно температура минус 10 в лесу не так холодно я подышал свежим воздухом довольный счет щечки розовые самое главное что настроение такое и самочувствие просто хорошее просто хорошее где-то ну полтора часика по лесу и наверно погулял друзья кому понравилось мое видео поставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии я всем рад и в конце своего ролика о снежочек упал ветка сыпалась и в конце ролика я всем желаю грибной удачи пока до новых встреч а